хочу дать понять что мнение касательно пятого battlefield скорее всего будет не окончательным возможно после релиза мне придется сделать второй обзор который точно поставит все точки над и потому советую воспринимать данный ролик даже не как мнение а как первое впечатление потому что хочу чтобы вы мне поверили эти впечатления буквально вчера сгорели к хуям вместе с моей жопой и чуть не отправили меня на луну я всегда гордился тем что почти в любом обзоре применялось такое понятие как критическое мышление я никогда не называл белое черным говно шоколадом а майнкрафтеров адекватными и интеллигентными в этом же видосе будет самый настоящий крик души battlefield 5 блять сколько же было обещание касательно этой игры это просто пиздец новая механика новая графика новые спецэффекты отказ от премиум пасса что в принципе пока правда и осталось ни в пиесене в оригинсе пока нет даже и намеку на покупку какого-то dlc за отдельную плату вот только какой ценой все это им досталось вы помните те самые обещания со вторым battlefront там тоже поначалу говорили то что все дела сишки будут бесплатный все будет на халяву но то что перед этим вы должны на бутылку сесть и жопу себе порвать они сказать почему-то забыли это я про лодбокса если кто не понял и чем в итоге все это закончилось игра просто стреском провалилась по продажам никто не хотел ее покупать потому что люди боялись попросту просрать деньги несмотря на то что через полгода там вроде как убрали лутбокс и маленько даже баланс поправили местами то же самое сейчас происходит и с новой батлой у меня было такое ощущение что отказ от премиум пасса это был некий такой подкуп в сторону игроков дескать блять мы мамой клянемся что игра будет 12 из 10 все будет бесплатно контент будет качественный только суки купите у нас эту игру пожалуйста я еще раз повторяю то что мнение об этой игре оно сложено пока что на первых впечатлениях на сегодняшний момент я наиграл порядка 9 или 10 часов я точно не считал за окном уже ночь мне как обычно нихрена не спится поэтому решил пока что посвятить время каналу и собственно вам что же давайте потихоньку приступим начну наверное пока с хорошего для куда большей объективности потому что о плохом поверьте мы еще успеем поговорить впервые за долгое время новый battlefield был очень сильно изменен в плане правил и поведение на поле боя это означает что персонаж после каждого респавна теперь не носится по карте как угорелый чтобы набить себе лишнюю стату играя за медиков или разведчиков игра заставляет тебя быть на карте максимально осторожным быть заинтересованным чтобы играть командой и самое главное ценить свою жизнь то есть игра вам говорит нет она вам кричит она пытается вам вдолбить что вы находитесь как будто на настоящий войне это означает то что теперь вам придется использовать все преимущества вашего окружения ни в коем случае не лезть на рожон и как следует подумать прежде чем кого-то лечить или даже звать кого-то на помощь первое что бросается в глаза это то что игра тебя держит постоянно в состоянии нищеброда после респавна игроку в запас дают патроны которых хватит от силы на три или на четыре убийства если вы куда более прямо руки может быть даже немножко и побольше поэтому самое грамотное решение в начале боя это найти ящик с патронами который немножко восполнить запасы однако и тут не все так просто запас из 60 патронов не превратится в 200 или больше но только если вы не играете за поддержку боезапас увеличивается примерно на 40 или 50 процентов и дальше по истечению вам снова приходится их искать и сказать что по карте они раскиданы прям вот в каждом углу язык у меня вряд ли повернется зачастую они находятся в ключевых местах которые предназначены для захвата там же и лежат предметы первой помощи потому что если вы не медик то самостоятельно вы не сможете вылечиться теперь на сто процентов чем чаще вы теряете здоровье после ранения тем больше снижается его максимальное значение и доходит она вплоть до критического также это касается и любителей танков это я имел ввиду в самом начале что теперь у игрока появилась необходимость ценить свою жизнь и чтобы восполнить его до максимума нужно постоянно искать ящики с аптечками либо медика если тот соизволит кинуть тебе хилку кстати касательно медиков помните один такой лайфхак был в предыдущих частях когда можно было вылечить какого-то камрада там на расстоянии чуть ли не 5 метров тем же самым дефибриллятором шприцом неважно так вот забудьте такой хуйни теперь больше нет ее пофиксили если ты лечишь какого-то солдата у тебя постоянно срабатывает анимация как ты делаешь инъекцию длится она примерно 2 секунды и надо понимать что эти самые 2 секунды ты максимально уязвим и тебя могут запросто застрелить если увидят остальные отряды также могут лечить но только они то дело в течение куда большего срока около 5 секунд и надо ли мне говорить что лечение камрадов теперь может стоить тебе жизни так что даже когда ты умираешь в игре тебе зачастую приходится задуматься прежде чем звать кого-то на помощь оглядываться по сторонам если все чисто смело кричать и звать подмогу если вокруг враги лучше просто сдохнуть теперь давайте немножко пройдемся по минусам блять я даже не знаю с чего мне начать почти каждая часть battle филда всегда привносила в игру что-то новое в основном это всегда был графон если не графон то хотя бы обновленная механика здесь же толком ничего нету сказать то что графика в игре на прям какая-то плохая я может быть и не скажу но лучше она не стала точно это я сейчас говорю конкретно за версию для playstation 4 в игре почти нету никаких нововведений в графическом плане и причем самое смешное что игра умудряется очень сильно проседать зачастую кадры на плойке могут снизить до 40 и даже до 30 кадров и причем это не зависит от каких-то спецэффектов они на кадры там вообще не влияют есть просто некоторые территории карт где fps держится в пределах нормы а где-то начинает ебать тебе мозг сперва я подумал то что дело могло быть в каких-то серверах но нет я сыграл на 20 разных серверах в одну и ту же карту и fps везде ведет себя нестабильно я могу поклясться бета battlefield 1 работала на порядок лучше а тогда у меня была еще фэт версия плойки сейчас я вообще боюсь представить что творится на консолях пословее игра также имеет ряд проблем связанные со срабатыванием анимации на какой-то уступ иногда не получается залезть с первой попытки или иногда если твоего камрада убивают может он залететь за текстуру тогда ты его никак не сможет спасти у тебя просто не будет высвечиваться подсказка иногда тебя и вовсе могут повесить за трусы но самое ржачное что даже не всегда может сработать анимация смерти из-за чего потом происходит хуйня которую ты запросто можешь случайно принять за живого игрока тем самым привлечь ненужное внимание если рядом враг нет это не означает то что где-то рядом обстрелы ты не можешь респавнуться это означает что тебя просто троллит игра и такие баги с респавном случаются постоянно игра тебе просто не дает нормально дислоцироваться даже на базу и если такой глюк случается все блять ты охуенно поиграл перезапускай карту если эта херня снова повторяется перезапускай игру не по идее если это расценивать как мотиватор не умирать и дескать прибавлять какого-то хардкора это конечно круто но чтоб у меня кишка порвалась в основании ануса я пока еще не хотел ну и наверное самое главное это контент блять я помню сколько я слышал нытья касательно отсутствия кастомизации в первом battleфилде что ее там нет игра пустая не интересная ебать естественно игра про первую мировую нахуй там она вообще нужна в военное время люди вообще лопатами дрались они раскрашивали себе ружья хоть и кастомизацию в игру завезли но пока я могу сказать то что сделано она на отъебись прицелы же это вообще какой-то кошмар я их почти все перепробовал на доступных стволах и пока открыто заявляю что стандартные мушки намного удобнее по крайней мере во время стрельбы тебя не будет так сильно кстаёбить ну вот собственно говоря и все я не хочу пока углубляться куда-то слишком далеко потому что напомню сейчас мы с вами разбирали только в эту версию игры дайса электроника заявили что они собираются перенести релиз battleфилда на один месяц и я очень хочу верить что за этот месяц они игру доведут до ума потому что если такого не случится то как минимум у компании будут большие проблемы а как максимум в этом году я перейду на новую call of duty сука может быть лучше сразу свести счеты с жизнью ладно лучше скрестим пальцы и будем надеяться что с игрой будет все замечательно всем пока